Святитель Сей Святитель Сей Святитель Сей И со стороны царствующих лиц И аристократии тогдашней И той прослойке Образованных людей Которые стали позже называться Интеллигенцией И духовенства И самого простого народа А почему именно так Относились к Святителю люди Потому что, конечно, он был От Бога очень одаренным человеком Но свои дары он не закопал Он их развивал Причем развивал Таким образом, что через Это развитие собственных Способностей вносил вклад В наиболее Осуществление наиболее важных Перемен в церковной жизни А перемены Вообще-то назревали Ну, например В обиходе Нашего народа До Святителя Филарета Священное Писание было Только на славянском языке Ну, можно было себе представить Крестьяне Который еле-еле читать умел И который вот Брался за труд Прочитать славянскую Библию Что-то он понимал Чего-то совсем не понимал И вот Святитель берется за Огромный труд Перевести Слово Божие На русский язык Конечно Не все это воспринимали С восторгом Но он прозревал Необходимость Пастырскую Катехизическую Миссионерскую Необходимость Того, чтобы русский народ Имел Слово Божие На том языке Который является его Разговорным языком Чтобы каждое слово Священного Писания Было понятно людям И он сделал это И, конечно, перевод Священного Писания На русский язык Сыграл огромную роль В укреплении веры В нашем народе В пробуждении Интереса К Слову Божию К сознательному Восприятию Церковной проповеди Но понимал Также Святитель Что мало Перевести просто На русский язык Слово Божие Потому что Кто-то прочитает А кто-то Не прочитает Ну а в Библии Ведь не содержится Систематическое Изложение Православной Веры Систематическое Изложение Догматов Догматы Вытекают Из Слова Божия Но там-то Они не сформулированы А люди Должны Знать Во что Они верят И тогда Святитель Берется За очень Сложный Труд Создать книгу Которая Которая Бы Помогла Людям Понять Доктрину Церкви Учение Церкви Понять Что такое Догматы И что Они значают Для жизни Христианина И каким Должна Быть Духовная Нравственная Жизнь Человека И это Все Он решил Представить В очень Кратком Тексте Написанным Просто Чтобы Каждый Мог Понять Чтобы Интеллигент Не отвернулся Со Снисходительной Улыбкой Что мол Это не для Меня Но и Простолюдин Чтобы Не отвернулся Сказав Ничего Не понимаю И поэтому Он написал Книгу Которая Называется Катехизис Краткое Изложение Православной Веры Разместив Текст В виде Вопросов И ответов И вот Эта книга До сих Пор Живет По этой Книге До сих Пор Получают Первоначальные Знания О вероучении В том числе Учащиеся Духовных Школ Она Совсем Не устарела Она Очень Понятна И в Кратких Словах И в Очень Кратком Изложении Дается Вся Догматика Православной Церкви Вот Вот Один Только Этот Труд Мог бы Уже Вписать Имя Святителя В Историю Потому Что С Этой Книгой И началось Реальное Воцерковление Нашего народа Не на уровне Бытовом Все Ходили В Храм Молебные Панихиды Заказывали Но Не каждый Понимал Глубину Богослужения Не каждый Понимал Смысл Библейских Текстов И уж Конечно Многие Абсолютное Большинство Простого Народа Да что Говорить И тогдашнего И просвещенного Класса Не в полной Мере Знали Веручение Церкви И Святитель Создает Пространный Катехизис Православный Верой Ставший Настольной Книгой Как для Обучающихся В духовных Школах Так и Для каждого Человека Который Был Заинтересован Узнать Что такое Православная Вера Чему она Учит К чему она Призывает И что от Меня Как от Православного Человека Требуется Если я Считаю себя Верным Сыном Или дочерью Церкви Таким Образом Вклад Святителя Филарета В духовное Образование Нашего Народа Ни с чем И ни с кем Сравнить Невозможно Известно Также Что он Очень Был Большим Сторонником Освобождения Крестьян От Крепостного Права И Надо Сказать Что Ведь Эта Позиция Не Совпадала С Позиции Абсолютного Большинства Привилегированного Класса Помещиков Материальное Благополучие Которых Основывалось На том Что у них Были Крестьяне И Многие Даже Не мыслили А как Будет Вообще Страна Существовать Если Крестьян Отпустить Да Разбегутся Они А кто Землю Будет Пахать А кто Урожай Собирать Но Не Выдержит Страна Огромная Страна Вот Такой Реформы А Святитель Филарет Прозревал И то Что Свободный Труд Человека На земле Будет Более Эффективным Чем Крепостное Право И Всячески Содействовал Отмене Этого Крепостного Права И Написал Замечательный По этому Поводу Манифест Вот Таким Был Угодник Божий Глубоким Богословом Искренним Пастырем Человеком Озабоченной Судьбой Своей Страны В наше Быремя Сказали Хорошим Политиком Но К нему Это Слово Никак Не Применяется При Всем Том Что Он Активно Участвовал В жизни Страны И Несомненно Влиял В том Числе И на Тот Класс На ту Прослойку Общества Которые Находясь Во власти Могли Влиять На Политическую Жизнь Государство Святитель Будучи Исключительно Преданным Своему Делу Верным Своей Архиерейской Присяге Одновременно Был Человеком Огромного Таланта Больших Знаний И доброго Чуткого Отзывающегося На Человеческие Проблемы Сердца Вот мы Стоим В Храме Христа Спасителя А идея Строительства Храма Принадлежала Святителю Филарету Ныне Святитель Почивает Мощами В этом Соборе Какое же Счастье Сегодня Иметь Его Святые Останки Нам Тем Кто Молится В этом Храме Кто Любит Этот Храм Кто Приходит Сюда В том Числе И Принося Свои Горячие Молитвы За Отечество Нашего За Церковь Нашу И Совершает Эти Молитвы Рядом С гробницей Великого Божьего Угодника По мысли Которого И храм Сей был Создан И многие Великие Свершения Имели Место В жизни Народа И церкви И государства По его Замыслу По его Словам И в каком-то В смысле Даже Движивой Моей Волей Его Влияния Огромного На тех Кто В то Время Имел Власть Молитвами Святителя Филарета Да Хранит Господь Землю Нашу Да Граждая Он Молитвами Своими Землю Нашу От Врагов И Супостатов Молитвами Святого Угодника Божьего Митрополита Филарета Да Укрепляет Господь Единство Церкви Нашей Единой И Долженствующей Быть Неделимой Где бы Она Не Находилась В России На Украине В Белоруссии В других Странах Потому что Это Есть Единая Церковь Существование Которой И Сохраняло Веру Православной На Огромных Пространствах Евразии Молитвами Святого Угодника Божия Да Хранит Господь Так же И Вразумляет Всех Делателей В области Богословских Наук И Церковного Просвещения А так же Наших Пастырей Несущих Ответственность За проповедь Обращенную К народу Которая Была бы Благочестивой Мудрой И Одновременно Современной Затрагивала бы Чтобы души Сердца И Влияло На Волю Наших Православных Современников А может быть И не только Православных Молитвами Святаго Святителя Филарета Да Хранит Господь Московскую Епархию Город И Область И конечно Сей Святой Храм Его Молитвами Да Хранит Всех Нас Господь В мире Любви Единомыслия